здравствуйте уважаемые телезрители на телеканале бурят тв очередной выпуск программы манесак меня зовут батар ламбаев и сегодня у нас целая делегация гостей гостей из монголии люди разных профессий и из разных получается структур так давайте я представлю итак первый гость это у нас советник отдела по культуре россотрудничество русский дом в улан-баторе следующий гость редактор журналист переводчик медиагруппы ирхит монгол чан сал дом правильно и на рынке я редактор монгольского народного общественного телевидения и радио здравствуйте но несколько слов вам приехали на форум как проходит форум какие основные цели и задачи ваши вот здесь сегодня на форуме монголию представляет ведущие средства массовой информации как вы сейчас озвучили это самая крупная медийная группа монголии ирхит монгол ее структуру ходит очень много информационных порталов в том числе и информационный портал международных новостей которые буквально вот открылся на днях чингизинфо также здесь присутствует информационный портал зиндаймн который входит в топ-10 информационных порталов монголии телевидение восемь и конечно я не могу не назвать здесь ведущий наша телевизионный телевизионный магнат так скажем монгольское национально общественное радио и телевидение здесь находится первый его канал это новостной канал и дело в том что буквально несколько дней назад к нам обратились из администрации главы и республики бурятия с предложением сотрудничать в рамках форума монголы монголия россия и поэтому вот медийные крупные организации отозвались и сегодня мы вот второй день находимся на форуме цели и задачи конечно это прямое освещение всех событий форума потому что это очень значимое событие не только вот в жизни вашей страны но и наши потому что этот форум дает уникальные возможности напрямую после двухлетнего так скажем карантина в виде закрытых притом границ если раньше все вот эти мероприятия в рамках сотрудничества расширение двухсторонних отношений проходили всегда в онлайн режиме теперь конечно это все всем надоело и конечно всем хочется в открытую общаться лицом к лицу и это именно вот эта особенность нынешнего форума дает открыто обсуждать вопросы о дальнейшем сотрудничестве обсуждать также и проблемы с которыми сталкиваются не только вот российские предприниматели но и мы сами монгольские предприниматели и как мы вчера все видели форум дал возможность участвовать здесь очень многим монгольским не только ведущим представительством бизнеса но и также малым частным предпринимателям и именно вот сейчас наверно на ренту яченко долом расскажут каково было их мнение но для представительства сотрудничества конечно мы очень рады представлять монгольские средства массовой информации это потому что это входит приоритет наших задач по культурному образовательному научному и гуманитарному сотрудничеству наших двух стран вы в первый раз в лану в как вам город очень интересно в вашим зрителям вашим читателям какая площадка наиболее интересно что вы будете уже вещать там в монголии про что рассказывает то есть в основном получается сельское хозяйство да и мясо и мясо ну да по на рынке вопрос вам мы коллеги телевизионщики в плане сотрудничества с бурятию в медийном плане какие работы в этом направлении ведутся со стороны именно вашего главного телеканала и радиовещателя вашей страны как я не знаю об этом сказать хорошо в общем-то совместные работе конечно хотим вот как можно я отвечу да так как мы курируем этот вопрос вопрос о сотрудничестве в области меди именно представительство рассотрудничество чтобы заполнить вот это вакуумное пространство возникшие между российскими и монгольскими средствами массовой информации уже второй год на своей площадке проводили международный форум как вы знаете наверно может быть вы и участвовали медиафорум добрые соседи диалог без границ который проходил второй год в этом году и именно этот медиафорум инициировал мой непосредственный директор руководитель представительства рассотрудничества монголия амгалан ренчинович базархандаев и во втором медиафоруме уже так как границы государственные были открыты к нам приехали представители ведущих средств массовой информации приграничных российских субъектов и их даже принимали правительство монголии в лице нашего спикера великого государства урала зандо шатара и там проходил такой открытый диалог что же может быть сделано в луку в области меди для расширения и укрепления наших двусторонних отношений и я знаю что на примере монгольского национального общественного радио телевидения так как я сама была когда-то тоже его директором по международным отношениям очень многие средства массовой информации подписали меморандум о сотрудничестве с ммб и с монгольским национальным также и общественным радио и также проводится обмен телеконтентом и на днях монгольское национальное общественное радио телевидение простите изготовила 5 серийный большой документальный проекта о жизни и быти монгольских кочевников и как раз по попечительству амгалан альинчинича вот этот телеконтент в очень скором времени будет доступным для российского зрителя зрителя притом приграничных субъектов это и у лаудэ и иркутск и забайкальск и это очень такой интересный телевизионный на самом деле проект поэтому я думаю вот именно обмен контентов уже на начался на уровне телевидения монголии и как раз вы сейчас говорили что медиагруппа эхет монгол тоже вот собирается сотрудничать с вашим телевидением а вот вопрос насколько ориентирован ваш телеканал на российского зрителя вот какие-то программы на русском языке возможно или вот для для русского населения что-то вот делается такое у вас на телевидении или у нас на новостной канале есть передача по-бурятски идет и она называется бурятской новости а то есть весь событие которое происходит она идет на бурятском языке то есть вас специальные сотрудники не специальные сотрудники а вообще-то просто на первом новостном канале существует редакция и его журналист сама же она и является диктором она сама готовит передачи контенты на бурятском языке девушка бурятка и ее информация и ее контенты являются также и открытым источником для бурятских средств массовой информации уже давно губ it's warm folds любят оборуж Согласно Конституции Монголии, чтобы обеспечивать равноправие доступа информации, у нас 13 тысяч бурятов, и это особенная такая этническая группа, и чтобы также уважать их принципы и интересы, когда монгольское национальное телевидение поставило такую задачу, обеспечивать и вот эту народность культурными, образовательными новостями, контентами. Она идет недели два раза. А по времени? По 20 минут. Это достаточно? Достаточно очень. Да, много. По итогам прошедшего дня на форуме, насколько мне известно, именно ваш русский дом, Россотрудничество, подписали договор о сотрудничестве с хореографическим колледжем. Да, это было. Вот об этом расскажите, как вы будете взаимодействовать, как будете работать? На самом деле, вчерашний день, конечно, очень значимый именно для русского дома, потому что мы очень долго к этому шли. На протяжении очень многих лета в Монголии артисты балета готовились в городе Перми, в Пермском государственном хореографическом училище. И, к сожалению, вот эта прекрасная традиция оборвалась на какое-то время, и к нам в представительство Русотрудничества очень часто обращаются. Почему вот любители балета, дети перестали учиться в Перми, и не может ли представительство Русотрудничества предоставить им такую уникальную возможность за счет квоты или бюджетных мест российского правительства обучаться в ведущих хореографических училищах России? На самом деле, представительство Русотрудничества является единым оператором, единственным оператором в Монголии, который проводит отборочные туры ежегодно. Правительство Российской Федерации предоставляет бюджетные места для граждан Монголии. Если в прошлом году правительство России представило 550 квотных мест, в этом году это количество увеличилось до 600. И на самом деле квотных и бюджетных мест на профессию артиста балета или хореографа нет. И как раз вот по инициативе Амгалана Ренчиновича в феврале месяце в рамках его встречи с главой республики Бурятии Алексеем Самбуевичем была озвучена вот эта идея. И как раз вчера мы были очень рады воплотить эту идею в реальность. И был подписан договор о сотрудничестве, который позволит через деятельность танцевальной студии Soft the Dance при Русском доме в первую очередь предоставить любителям балета проходить мастер-классы в Бурятском хореографическом колледже имени Сахьянова и Ающеевы. Также хореографы Монголии будут иметь прекрасную возможность стажироваться на площадке данного колледжа. Или же может проходить обмен хореографами. Также мы вчера с Доржевым Васильевичем обговорили возможности организации такого нового образовательного проекта. Это не только прохождение любителей балета, мастер-классов любителей балета или профессиональных танцовщиков. Но мы будем совмещать это еще и с экотуризмом. То есть если группы, так скажем, любителей детей смогут приехать в Ула-Удэ, заниматься на площадке хореографического колледжа, проходить какие-то мастер-классы, мы будем это совмещать вот в этот летний сезон их походом, путешествием на Байкал. То есть три дня, например, на Байкале, три дня на площадке колледжа. И это будет впервые реализован, такой прекрасный проект, образовательный-эко. Познавательный еще. Да, познавательный. И я думаю, вот русский дом будет делать, прилагать все усилия, чтобы в этом направлении с Бурятским хореографическим колледжем будет проделано очень много таких творческих проектов. Мы будем организовывать и международные конкурсы, и мы дадим возможность новым талантам открыться. А также вчера с Должо Васильевичем мы обговорили, а потом уже вечером на ужине я осмелилась предложить Алексею Самбуевичу, чтобы он со своей стороны поддержал русский дом в виде предоставления каких-то определенных чисел на бюджетные места для монгольских детишек обучаться в этом хореографическом колледже. И я здесь еще впервые для вашего телевидения хочу озвучить, что Бурятский хореографический колледж уже может иметь свой филиал в Монголии, потому что на официальную их просьбу уже ответили администрации города Дархана, дворец культуры Залучуд, что они готовы сотрудничать с Должо Васильевичем и готовы открыть филиал. Также я до приезда сюда тоже успела озвучить вот эту прекрасную творческую идею городу Эрденет. Как вы знаете, там находится один из пяти крупнейших горно-обогатительных комбинатов по добыче молибдена и меди. И администрация этого предприятия тоже идет навстречу Бурятскому хореографическому колледжу. И в скором времени мы очень надеемся, что и в этом большом крупном городе будет открыт филиал вашего Бурятского хореографического колледжа. А вот вы как, скажем, один из главных медийных ресурсов Монголии, развитие отношений между Бурятией и Монголией рассматриваете. Как? То есть какие проекты ведете? Ваша медиагруппа. ОТО нега чин, маан захерилл нега кеноог хандиад тэгэд тано тэглэст и нега, яг, ото, бурят артыйн нега, 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 нэг, 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 хэвшинжиг хаболсон, нег таруулыг. Цайлдсах, нега, хүртдэйм, гүстэг тэрд овуга, хчудар пэчж гэлгээссэн байна. Ну, я здесь всё понял, вот и возвращаясь к монгольскому общественному, национальному телевидению. Вот в плане обмена кадров, в плане сотрудничества с российскими телеканалами, ну, я сейчас говорю не только про Бурятию, то есть в этом направлении какие-то есть идеи, да, то есть, допустим, вот, скажем, наши сотрудники к вам, ваши к нам для обмена, для роста, наверное, да, и для укрепления дружбы. Такие проекты вообще у вас рассматриваются? Ск oneself hundred worker работают. Мэндээж эсайлятыхайн. Бэднарт жгязнан бас новуу гадный улсарноucос бас нову. Оду юггиндый гаднаанс бас нову. Юргендээммэдээж явсан тэйник дээргээж элдээгждээгшдээ? Хэлээр мэндээж би бэндээгэээ харилцэн сольэцэйдээ? Ажил юр вээн айл-айл талийхний Время нашей передачи ограничено, незаметно оно подошло к концу. Я благодарю вас за интересную, содержательную беседу. Спасибо, что нашли в этом плотном графике в ходе работы форума прийти к нам, уделить время для нас и для наших телезрителей. Еще раз спасибо вам за беседу. Спасибо вам тоже, Батор, за прекрасную такую возможность быть вашими гостями и мы поздравляем вас всех и вашу творческую команду с юбилеем и желаем дальнейших творческих удач и прекрасных реализовываемых проектов. И мы надеемся с нашей стороны, что мы тоже можем найти пересечение наших интересов и мы можем сотрудничать с вами. Я уверена, что вы можете найти потенциальных ваших партнеров в лице монгольских средств массовой информации. Мы желаем вам дальнейшего развития в этом плане. Спасибо большое за поздравления. Тоже надеемся на плодотворное сотрудничество. Уважаемые телезрители, еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях была делегация из Монголии. Это Цисык Далгер Дамдин Доржинь, советник отдела по культуре, Центр Россотрудничества, Русский дом в Улан-Баторе, а также журналист, редактор, переводчик главной медиагруппы Монголии Монголии, Ирхыт Монгол, Чан Силдулум и Нарантуя, редактор Монгольского народного общественного телевидения. Уважаемые друзья, я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч.